Здравствуйте, у микрофона Яков Кротов. Ситуации, ситуации в нашей жизни. Ситуации бывают разные. И начнем с самой простой. Стоит человек и бросает камнями в церковь. Этот человек святой или атеист, или, как давеча в одном киносериале, или разоблачающем ханжество и фанатизм, новые атеисты на севере Финляндии сами называют себя антитеисты. То есть они имеют в виду то же самое, что у нас в 20-е годы называлось воинствующие безбожники. Не просто в храм не пойдем, а еще и плюнем, и кирпичом бросим, и отберем, и устроим клуб. А если не клуб, то архив или склад зерна, хотя решительно зерно будет гнить, и архивные дела будут гнить. Так вот, человек бросает камни в церковь в зависимости от ситуации. Ведь это эпизод из жития московского юродивого 16-го столетия, святого, естественно. И когда его, юродивого, который мотался по Красной площади, в общем-то, скорее, скажем так, полуголый, еле прикрытый, а время было холодное, посмотрите на портреты 16-го века, там у всех огромные-огромные бороды. Грелись. У мужчин у всех огромные бороды. И Красная площадь тогда была не местом пустынным, где только туристы, и изредка проходит какой-нибудь часовой. А это было место активного торга, это был рынок. И вдруг человек на глазах у всех бросается камнями в храм. Его спрашивают, «Ванечка, ты что?» Он отвечает, «Так смотрите, вы разве не видите?» Я бросаю камнями в бесов, потому что в храме идет божественная литургия, на которую вы не ходите, между прочим. Там священник в одиночестве стоит, но он молится Богу, и бесы не могут в храм войти. И они снаружи. Вот я их отбрасываю камнями. И симметрия к этому и другой рассказ из жизни такого святого, как он стоял перед кабаком и клал земные поклоны, молился Богу и ангелам тоже. Прямо вот так вот архангел говорил, «Моли Бога у нас». Его спрашивают, «Какие ангелы, архангелы?» Это кабак, там сплошные алкоголики. Он говорит, «Да, там пьяницы, так поэтому там кабак набит бесами, который ликует и радуется, а ангелы стоят снаружи и горько плачут. Вот я им и молюсь, чтобы они позаботились о тех, кто еще в кабак-то не вошел, а кто вошел, чтобы, ну, хоть как-то бы Бог своей милостью и своими ангелами их как-то вытащил, когда они выползут, чтобы обратно не вползали». Ситуация? Да, ситуация. И в XVIII столетии характерно, что это все примерно одно и то же время. В XVIII столетии в западном богословии появилось целое направление в нравственном богословии о том, что такое грех, который тщательно вникал в ситуации. Ситуативное богословие. С ним спорил один из величайших мыслителей вообще всех времен народов, Блес Паскаль, который в сущности, ну, один из создателей кибернетики. Потому что надо понимать, что переход от Абака, от счетов к машине, которую построил Паскаль, и к самой логике расчета, которую он выработал, значительно труднее, чем от айпада к айфону. Там качественное различие, а тут всего лишь количественное. И Блес Паскаль в какой-то момент обратился к Богу. И он стал, прямо скажем, не очень разумным верующим. У него весь рационализм пошел в науку, в мышление о цифрах. А в вере он оказался очень схоластическим человеком. Так бывает часто. Может быть, действует принцип дополнительности. И он говорил, что вот такое потакание греху, которое появляется, когда мы смотрим на ситуацию, что это безобразие, что это моральный релятивизм воспитывается. Что имеется в виду под моральным релятивизмом? Ну вот, секс до брака. Грех или нет? Ну, вообще, наверное, грех. Правда, всегда встает вопрос, а что такое брак? Ведь дело в том, что в разные эпохи о том, что такое брак, совершенно разное представление. И, как вы сами понимаете, у пятикантропов, у неандертальцев, у пещерных людей, видимо, вообще не было брака, как какого-то формального заключения союза. Что значит формальное? Перед свидетелями. Как у нас стали в какой-то момент говорить, венчались под ракитом и кустом. Разве это венчание? Надо, чтобы перед свидетелями, священник помолился, благословил, чтобы запись в книге была. Это тоже очень важно. А когда появилась такая грамотность, что уже и церковно-приходские книги появились? В том же 16 веке, в том же 17. Значит, оказывается, что секс до брака или вне брака, он требует брака. А если люди рабы, им господа не разрешают жениться и выходить замуж? Они что, должны как монахи жить, да? Ситуации бывают разные. Ромео и Джульетта, грех или нет? Ну, брат Лоренцо их повенчал, но, в принципе, по тогдашним мировоззрениям, ну, вот буквально в 15 столетии, когда рождалась легенда Ромео и Джульетта, для подлинного брака было достаточно, как и в Древнем Риме, а Древний Рим и Италия 15 века – это одна территория, в общем-то, одни традиции, было достаточно, чтобы мужчина-женщина сказал «ты моя жена», и она ему ответила «ты мой муж, все». И никаких свидетелей, священников не надо. Священник благословляет от Бога. Но мы многое делаем без формального благословения священникам от Бога. Очень многое. Ходим в туалет, защищаем диссертацию, ведем войны. Много что мы делаем. Грешим? Как посмотреть? Как посмотреть? Всегда ли мы грешим, когда защищаем диссертацию? Я надеюсь, что нет. Ситуативная логика, ситуативная оценка. Еще, может быть, простейший пример. Само представление наше о святости. Что такое святость? Святость – это чистота. Как Бог сказал Моисею, согласно священному писанию, когда тот Бог явился Моисею на горе и сказал «разуйся, потому что место, на котором ты стоишь, свято». Харем – это очень древний семитский корень. Отсюда есть слово «гарем». Харем – святость. Буквально это означает «выделенное, особое место». То есть вот та вся земля ваша, а притч этой. И в этом смысле, когда Иван Грозный создавал притчнину, это было посягательство, пародия на рай. И слобода Александрова, резиденция Ивана Грозного, она была сделана в виде рая, совершенно сознательно, именно с такой символикой. То есть вот там вот ваша земля, а притч моей – это ваша, а моя – вот эта вот, опричная земля. И она святая. Тут порока не будет. Ну, по ситуации, смотря что считать пороком, ведь по приказу Ивана Грозного был задушен митрополит Филипп. Иван Грозный считал, что он тем самым наводит порядок. У митрополита Филиппа была, видимо, другая позиция относительно такого порядка. Так что ситуация. Простейший пример. Пока слюна у нас во рту, нормальная органическая часть, то есть естественная часть нашего естества, нашего тела. Когда мы плюнем на землю, уже для меня это грязь. Хотя это моя же слюна. В чем проблема? А вот есть проблема, оказывается. Потому что она не на месте. И тогда люди изобретают, скажем, на собой платок, чтобы сморкаться не на землю, где и некрасивый, и другой может поскользнуться. Некрасиво, понятие гибкое, но ведь некрасиво же. И носовой платок чистый. Но весь смысл носового платка в том, чтобы его запачкать. Вот представьте себе, чистая вещь, которую нужно запачкать. Представьте себе, что у вас розетка с вареньем. Чистая розетка, мы положили в нее варенье, мы ее запачкали? Ну, конечно, нет. А само варенье чистое? Пока в розетке да. Но если розетка упадет на землю и варенье размажется по земле, это уже будет грязюка. И вот здесь мы тогда себя опять и опять спрашиваем, а все ли добро, которое мы делаем, действительно добро? А может быть, это зависит от ситуации? И это очень важный вопрос именно для христиан. Почему? Потому что христианство, по сути, ведь у нас священное писание Ветхого Завета, оно священное, это слово Божие, это слово Отца Небесного, слово Создателя мира. Почему же не все верующие и почитающие откровения Ветхого Завета приняли Господа Иисуса Христа? Почему конфликт был с самого начала? Вот он приходит в синагогу, в субботу исцеляет больного. И какие-то, не все, но некоторые фарисеи считали, что исцелять можно подождать до понедельника. А Иисус считал, что понедельник начинается в субботу, и что он господин субботы и может ей распоряжаться. Почему? Вот больной человек, да, у него, конечно, он может и два дня подождать, если он всю жизнь ждал, а вы бы подождали. Послушайте, да мы конфеты не можем утерпеть, стянем из конфетницы и с хромкой. Ну, если вкусные конфеты, типа цитрон. Это не реклама, но действительно цитрон вкуснее многих, многих новомодных конфет. И ситуация, ситуация, вы понимаете, поэтому иногда украсть это домородители. Если я украду для спасения жизни другого, ограблю, стяну хлеб и отдам другого. Нормально другому отдать по ситуации. Есть вещи, которые железно ни в одной ситуации не являются праведными. Я не знаю. Я не знаю. Многие говорят, что есть ситуации, когда ты можешь и даже должен убить. я не посмею так сказать. Мой отец воевал, оба моих деда воевали. Но я не посмею сказать, что они вот святы поэтому, скорее, вопреки этому. И они этим не гордились. Зависит от ситуации. Мы сейчас говорим о ситуативности в личном поведении, в личной морали. Но ведь весь смысл ситуативного мышления в том, что это мышление диалогическое. Диалог. То есть, человек не существует сам по себе. Мы рождаемся от папы с мамой, мы часть человечества. И по вере, по тому, как Бог нам открылся, мы не только вышли от Бога и от людей, но и рай, вечная жизнь, это жизнь с людьми. Рай, в котором только я и Бог, и нету миллиардов людей. Да-да. Это скучный рай. Это конечный рай. Сам смысл создания людей, чтобы они размножались. Для чего размножались? Ну, это же не скотский хутор, это не мясо и не шерсть с нас нужны. С нас нужно что? Чем человек отличается от обезьяны? Что в человеке образа подобия Божия? Слово. Бог – слово. И мы – слово. Слово, которое складывается из общения между собою. Это слово в огромной степени состоит из молчания, но, тем не менее, все равно это слово. Как музыка. Она в огромной степени прежде всего беззвучие, молчание. Отсюда такие странные концерты в наши дни, когда пианист сидит и минут 15 тишина потом трогает одну клавишу. Это может быть крайность, на мой взгляд, простого слушателя. Но спаситель, когда его судили, его спрашивает, а он молчит. Он молчит, он все сказал в Нагорной проповеди. Но как сказал? Ситуативно сказал. Вот он говорит, что подставь щеку, вот он говорит, вырви глаз. Это как? Как я могу вырвать себе глаз? В одном американском боевике там герой, кстати, русский бандит, очень обидно задержал. Но, правда, он там показан, по-моему, со Шварценеггером, там он показан таким геройским супер-бандитом, то есть он находился в сибирском концлагере и был к чему-то прикован и отгрыз себе запястье и благодаря этому сбежал. Я не думаю, что это так в реальности могло бы быть. Побеги были, но не таким свирепым способом. Но, тем не менее, видите, значит, может быть, можно вырвать себе глаз. Но, думаю, я не могу себе представить такую ситуацию. Так вот, человек – слово, и все, что мы говорим, говорится в общении. И ситуация – это всегда я и... Простейший тип ситуации – это разговор с самим собой. Сколько великих книг написано в виде разговора с самим собой. Может быть, самое знаменитое сочинение Марка Авреля, римского императора середины II века. гнал христиан, убивал тысячи барваров, много чего было. Но вот и написал такую книжицу. В основном она ученическая. То есть, это калька с философских сочинений греческих мыслителей. Но, опять же, ситуация. С императором какой спрос? Да слава Богу, пока он эти записки писал, он хотя бы никого не убивал. Уже замечательная книжка. Хотел бы читать Сенеку. Он тоже был из стойков и эпикурейцев. Это уже очень богатый человек. Учитель Нерона. И покончил с собой по приказу того, кого выучил. Бывают такие ситуации. А мы понимаем, почему Сенека покончил с собой, послушался Нерона. А потому что римский закон говорил, что если сенатора, римлянина казнят за какой-то проступок, то его собственность отходит в императорскую казну. Вот если он совершит самоубийство, тогда получит жена, потомство. И Сенека покончил с собой, чтобы не обездолить своих наследников. Это опять к вопросу о ситуативности нашего поведения и наших слов. Потому что одно из самых распространенных в этом смысле я бы сказал суеверий. Церковь осуждает самоубийство. Позвольте. В каком смысле церковь осуждает самоубийство? Нету такого канона, нету такого символа веры. Даже самоубийство Иуды, строго говоря, никто не осуждает. Осуждают грех Иуды. Но самоубийство, мы останавливаемся в некотором не то чтобы благоговении, но во всяком случае, человек сам себя наказал. А сколько людей предают Христа, сколько людей продают друзей и гуляют гоголем и умирают бодрость, чистая совесть и плевать на все хотели. Так что Иуда не покаялся в полном смысле слова. Он не открыл себя Богу. Тогда он, как апостол Петр, зарыдал бы, а потом бы пошел и проповедовал Христа и говорил я его продал, я, я согрешил. Не слушайте тех, кто говорит, что без Иуда Христа бы не распяли. Да за мной очередь была. Но главное не то, что его распяли, а то, что он воскрес. Мог быть таким Иуда, мог он таким стать. Так Иуда много, а проповедников в воскресении мало. Может быть потому, что мы в своих грехах не раскаялись, так как Петр. В маленьком грехе, но в конце концов, что значит Петр отрекся от Христа? Ну, какой-то разговор костра ночью. Послушайте, ему даже никто не угрожал, но мужик конкретно испугался распятия. Мог попасть под раздачу, но это не называется формально предать. Денег он не получил, никаких выгод ему не светило. И сбежал, но ведь потом же он не считал, что он это искупил. По ситуации, по ситуации. И если говорить о коллективных ситуациях, потому что бывают ситуации такие личные, а бывают культурные, цивилизационные. Вот смотрите, самый, может быть, забавный пример из тех, которые любят приводить в духовных школах, в семинариях. Вы понимаете, что Библия говорит, что Бога нет. Ну, конечно, первокурсники семинарии сразу заинтересованы, как? Как Библия говорит, что Бога нет? Ну, да, действительно, Библия говорит, что Бога нет, но перед этим идет в псалме фраза «Речи безумец в сердце своем нет Бога». Есть Бога в старом переводе. То есть, это цитата. И у нас, у христиан, в этом смысле, совесть-то ведь не то, чтобы нечиста. Но, строго говоря, вот, строго как свидетели Егова, строго говоря, как аудеи современные, но вера в Бога в Ветхом Завете – это вера в единственного Бога, у которого, в отличие от языческих божеств, не может быть Сына человека и так далее, и так далее. Да? Да. А мы все-таки веруем, что Иисус Сын Божий и Бог. Так мы что, идем против Ветхого Завета? Вы понимаете, формально – да, а ситуативно – нет. Вот такой вот калинкор. То есть, даже на этом уровне оказывается, что Слово Божие – это Слово, сказанное в ситуации, в ситуации, когда надо было людей вытащить из мира, где на каждый чих был свой божок, где на каждую нужду было свое божество и свой покровитель, отдельная богиня, покровительствующая родом, отдельная покровительствует Меже, Бог, который защищал Межу, границу двух участков. Знаете, как латиняне его называли? Терминус, отсюда российское слово термин. Термин – это слово, которое разграничивает понятие. Хорошо, это один термин, а плохо – это другой термин. И вот в этом мире, где на все есть свое божество, Бог его сдвигает и говорит, нет, я один, и я не для того, чтобы вам помогать, я ваш творец, не мальчик на побегушках. И начинается совсем другой разговор, да, не мальчик на побегушках, так он наш раб, он нам служит чем? Он погибает за нас, раб не погибнет, он меньше, чем раб. Какой раб будет погибать за господина? А он за нас погибает. Что значит за нас? Потому что мы трусим, мы, может быть, и пошли бы против греха, против соблазна, но мы же люди, мы животные стадные, нам нужен какой-нибудь политрук, который поднимется и скажет, вот Господь Иисус Христос такой вот взял и поднялся, вот он кто для нас, вот в каком смысле за нас. Он умер и показывает, что мы можем и не умереть, но нас никто к кресту не приколотит, если мы не со лжом, не убьем, не будем прелюбодействовать, не уворуем, не позавидуем, ну и дальше. не пьем, ну не напиваемся хотя бы, не делаем людям бобо, как сказал один великий русский поэт Иосиф Бродский. Неплохой реферат. Так вот, посмотрите, в современной культуре до сих пор я почти каждую неделю кто-нибудь да процитирует Ницше, Бог умер. О! Что имел в виду Ницше? Послушайте, а в какой ситуации находился Ницше? Он находился в ситуации Европы девятнадцатого века, где все были как бы верующие, все признавали, что Бог есть, и никто в него не веровал на самом деле. Это жутковатый мир ханжества, коллективного фарисейства. Этот мир никуда не делся. Он и сейчас в Англии есть. И, в общем-то, не только в Англии, но я не буду показывать пальцем на этот мир вокруг нас. Но мы нет, мы не такие. Ага. Если бы мы веровали в Бога, то в мире появился бы такой источник яркий свет, что никакие бы войны, грехи, обманы и преступления были бы невозможны. А если я грешу, значит, Бог для меня умер. Значит, я верую и не в Бога, у меня чучело Бога. Вот что говорил Господь, когда говорил, вот вы, у вас просят хлеба, а вы что, камень дадите? Это очень древний ветхозаветный образ. Бог может из этих камней сделать врамов верующих, а вы из верующих делаете камни в ваши сердца, окаменели, говорили многие пророки Ветхого Завета в адрес богачей, которые угнетали бедняков и в результате страну завоевали трижды, потому что царство, разделившееся в себе, опустеет, сказал Господь Иисус Христос. А что значит разделиться в себе? Когда богачи вот, а 95% населения портянки жуют? И тогда бог мертв. Бог-то жив, но какая у меня разница, вот, жив человек или нет, если он со мной не разговаривает, если он меня игнорирует, если он меня забанил. Так и с богом. Для самого Ницше бог был жив, потому что Ницше искал правду, Ницше боролся с лицемерием. Ему сильно помешал сифилис, из-за этого он сошел с ума, но сифилис это был бич в 19 веке, он поражал и крестьян, и господ, интеллектуалов, и богатых, и бедных. У меня дедушка был венеролог, он был одним из первых организаторов победы над сифилисом в 20-е годы, когда появилось лекарство, наконец-то, сальварсан. Но сифилис сифилисом, но все равно этот человек Ницше любил правду и ее искал. А правду выражает вот как и вроде бы по ситуации. И мы должны быть к этому готовы. Хотя я бы предпочел, конечно, писать диссертацию, выращивать цветы и играть с внучками и внуком, но тогда Бог умрет. И я умру. А что имел в виду Николая Васильевича в мертвых душах? Вы все больше над Богом издеваетесь. Вот кто над Богом издевается и говорит «Г-г-г-г- Бог умер». Тут умер для людей. Бог-то его воскресит. А вот мы сами себя воскресим ли? Наверное, нет. Нам будет стыдно воскрешаться тогда. А Бог все равно воскресит и утрет наш стыд. Но, может быть, лучше не ждать, а начать прямо сейчас по ситуации и каяться, и искать Бога, и искать правды, и молиться, и говорить другим людям любовь, а не ненависть. Потому что ситуация для любви всегда благоприятна. Как сказал апостол, всякое время благоприятное, всякий день, день спасения. Вперед! Процессируем с другой стороны спектра. Как говорил Иосиф Виссарионович, наша цель определена, средства известны, за работу товарищей христиане. У христиан я добавил от себя, это была цитата из Сталина. Счастливо! Яков Кротов, Москва. Счастливо!